Похоже, что у поклонников Марвел и DC немного разные предпочтения в одном и том же вопросе. Новый опрос, проведенный новостным сайтом потокового вещания Flixd и посвященный изучению отношений американцев к просмотру потокового видео и к просмотру в кинотеатре, показал, что поклонники киновселенной Марвел с большей вероятностью, чем фанаты DC, пойдут на новый фильм в кино. Разница была относительно незначительной, но, учитывая ставки на миллион долларов, каждый зритель важен для каждого фильма. – Ты не единственный, который учитывал знания. – Моя единственная церковь – это ты. Респондентам опроса был задан вопрос – какой вариант просмотра они предпочтут, у себя дома или в кино, когда выйдет следующий фильм из четырех популярных франшиз? При этом ответы тех, кто не заинтересован в какой-либо конкретной франшизе, не учитывались. Когда дело дошло до сравнения Марвел и DC, 34% настаивали на том, что они скорее пойдут в кино на следующий фильм киновселенной Марвел, по сравнению с 27% потенциальных зрителей вселенной DC. Опять же, эти 7% разницы имеют довольно большое значение, когда речь идет о миллионах киноманов, и эти цифры наводят на интересные мысли. Во-первых, совершенно очевидно, что Marvel Studios полностью покорила сердца фанатов, учитывая, что зрители всех возрастов готовы заплатить за возможность посмотреть фильмы Марвел, не выходя из дома. А тот факт, что следующий фильм киновселенной Марвел заставит треть потенциальных зрителей отправиться в кинотеатр, даже если бы у них была возможность посмотреть дома, очень впечатляет. Во-вторых, киновселенная DC, возможно, немного пострадала от сравнительно низкого качества своих прежних фильмов, но это не значит, что фанаты начнут игнорировать Warner Bros. и DC Films. Более четверти из них предпочтут сходить в кино, нежели посмотреть следующий фильм дома, поэтому ясно, что для франшизы ещё не всё потеряно. Плюс недавние хиты, такие как Аквамен, Шазам и Джокер, помогли исправить ситуацию. Что касается двух других франшиз, 34% заинтересованных киноманов – ровно столько же набрала и киновселенная Марвел – утверждали, что следующий фильм диснеевской франшизы «Звездные войны» будет обязательным для просмотров кино. Последняя франшиза, о которой идет речь – Гарри Поттер, которая принадлежит Warner Bros. Следующий фильм серии может привлечь в кино 25% фанатов. Это были лишь некоторые из интересных результатов исследования, в котором широко рассматривались мнения большого круга американцев относительно удобства потоковых сервисов по сравнению с опытом просмотра в кинотеатре. Респондентов объединили в три категории – Миллениалы, Поколение Икс и Бэби Бумеры. И если вы считаете, что какое-то поколение будет заметно лидировать, вас ждет сюрприз. Например, когда был задан простой вопрос о том, где предпочитают респонденты смотреть новые фильмы – дома или в кино – можно было бы подумать, что миллениалы отдадут предпочтение стримингу, если сравнивать их с другими возрастными категориями. Но, сделав ставку на это, вы бы проиграли. Респонденты Поколения Икс больше всего заинтересованы в домашнем просмотре, причем 73% из них настаивали, что они предпочли бы смотреть на стриминги новые фильмы. Что касается ответов миллениалов и бэби-бумеров, их результаты почти равны – 61% миллениалов предпочтет домашний просмотр, ровно как и 63% бэби-бумеров. Нейтральные ответы респондентов каждой возрастной группы, которые предпочли бы поход в кино – 31%. Опросник показал, что независимо от возрастной группы, предстоящие, так называемые, потоковые войны – это не шутка. Две трети респондентов также заявили, что поскольку в ближайшие три года серьезно разрастутся три стрим-сервиса, зрители определенно будут меньше смотреть фильмы в кино. Хотя чуть более половины респондентов согласились с тем, что фильмы снимают в первую очередь ради похода зрителей в кинотеатры, в отличие от потоковых сериалов. И они, как правило, бывают более интересными. Что же касается вопроса сравнения каждой франшизы, логично, что Disney и Warner Bros. получили разные ответы. Disney может спокойно продолжать делать то, что делает, особенно, что касается киновселенной Марвел, а вот Warner Bros. с другой стороны, должны удвоить свои усилия по перепрофилированию в ближайшие несколько лет. И последнее замечание – было бы интересно увидеть результаты опроса после того, как Marvel Studios расширит пределы киновселенной Марвел до малых экранов с помощью Disney+. Будут ли фанаты также заинтересованы в походе в кино, скажем, через два-три года? На протяжении более десяти лет Marvel получал постоянный поток зрителей в кинотеатры, а Мстители Финал стал самым кассовым фильмом всех времен. Но времена меняются. – Я вижу, что это абсолютный победитель. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы по комиксам, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!